Микс Ньюс Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме. Я напомню, что это утро с вами проводят Олег Пек и Евгений Шафран, и к нам помогает Евгений Копеин. И поговорим, наверное, о том, что волнует всех тех, кто задумывается о ремонте. Здравствуйте. Наверняка тема плиточная, через нее многие прошли, и кто никто не был, тот обязательно ею займется. И сегодня в нашей студии представитель Еврофлизес.в Яна Мулёкина. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Еврофлизес находится на катлокал на 13, да? И что предлагает ваш магазин и шоурум, в чем его отличие, в чем преимущество? Вот шоурум, не надо было говорить, это был наш козырь, что у нас еще и открывается. Олег, все... Рояль в кустах спалили, да? Да. Давайте сразу про магазин и шоурум, раз уж спалили. Да. Занимаемся мы непосредственно плиткой. Это именно керамогранитная плитка. Керамогранит, и совершенно верно, как уже сказал Олег, буквально вот в течение двух недель мы открываем новый шоурум, точнее открываем, а мы расширяемся. И у нас вот уже пришло семь контейнеров, которые мы готовы показать людям. А чем отличается шоурум от магазина? Шоурум вы можете посмотреть, вы можете пощупать. Также мы кастом-френдли, да, то есть мы нацелены на клиента. Клиент может посмотреть плитку не только, допустим, под искусственным каким-то освещением, также можно выйти на улицу, посмотреть, как действительно... Вынести плитку из магазина. Конечно. Так из магазина же тоже можно вынести. Мы одну даем. Один кусочек. А, а из шоурума. Одну плиточку. Ну и целую стену или как? Ну и шоурума сколько можно плитки вынести? Ну так не вынести ее. Она, во-первых, тяжелая, да, то есть плитка, к примеру, 60-60. Не, хочу понять, чем этот шоурум будет отличаться от магазина. То есть в магазине я тоже могу попросить взять... Ну, вряд ли. Да, но шоурум – это как такая экспозиция, скажем так. Более эстетично. Совершенно верно. Более гламурно. Вообще идея, да, потому что девушка в строительном бизнесе сразу придумает, как сделать все красивее. Но я понял, что не только на улицу можно вынести, можно и до дома донести, да? Да, совершенно верно. Мы также даем образцы, которые клиент может взять на тест. То есть он может взять эту плитку домой, посмотреть, как она выглядит непосредственно в его стене. Да, совершенно верно. По одному кусочек. Да, то есть посмотреть подходить к интерьеру. Да, то есть это очень важно, потому что плитка, допустим, в маленьком помещении будет выглядеть совершенно по-другому, нежели в большом. А если он ее вернет? Ну, а куда она ее денет? От нас у меня лайфхак. У меня лайфхак. У вас там небольшая стена, например, и вам нужно все это покрыть плиткой. Берете всех родственников, каждый берет по одной плиточке. Ну, что же вы тут сразу спалили это такое вообще? Ну, единственный нюанс – надо будет оставить залог, к сожалению. А, ну вот, все равно. Ну, так неинтересно. Все лайфхак отменяется. Чем отличается плитка сейчас, например, от той плитки, которая была даже 5 лет назад? Ну, какая-то самоукладывающаяся, самоочищающаяся, самоподогревающаяся. Что-то произошло, какие-то изменения, которые нам вот душу погреют? Сами изменения, это непосредственно производство плитки, да, цвета, да, фуктурирование самой плитки. То есть, очень много видов производства сейчас, как бы, вышли, скажем так, в свет, да. То есть, есть глазурированная, не глазурированная, есть полированная плитка. И, опять же, ну, видоприменение, да, то есть, раньше не было таких больших магазинов, где нужно было очень такая, скажем так, твердая такая, с хорошим покрытием плитка, да, где могли каждый день там сотни людей проходить. Да, то есть, сейчас это все возможно, это все реально, и, соответственно, вот в этом-то и отличие. Да, то есть, она более вносливая стала, да, не подвержена каким-то царапинам и так далее, скажем так, индустриальная появилась плитка. А что с производителем? Мы как раз за эфиром говорили о том, что вот китайское производство, вопреки, там, расхожему мнению, на самом деле, достаточно качественно предлагает продукцию. Вот какие производители, например, есть у вас, и какие вы можете выделить? Может быть, кто-то и самый лучший? Какие самые дорогие плиты? Нет такого, да, то есть, зависит от дизайна, зависит от размеров, да. У нас также большой плюс, скажем так, нашего шоурума в том, что у нас есть также в наличии большие размеры. Вообще вся плитка у нас есть на складе. А большой размер это сколько? Самый большой размер – это 2,40 на, если не ошибаюсь, метр восемьдесят. Это шо, это такая вот плитка? Это примерно моя квартира, так раз? Сразу одной плиткой? Да, да. А можно одну взять на тест? Да, 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 и все, и вы уже она готова. Слушайте, а я понял, что если это все есть на складе, то есть, обычно же всегда мы привыкли, что мы приходим, и нам говорят, через, там, две трени, через две, через две весны, там, через две зимы, там, как пелась песня. Половитесь в очередь. Ждите, да, когда? Да, совершенно верно, да, то есть, у нас есть все на месте, у нас около 200 видов плиток, да, то есть, клиент может выбрать и так далее, и мы предлагаем, то есть, покупка и сразу даем товар. А услуги дизайн, дизайнеры есть? Мы сотрудничаем с дизайнерами, но лично у нас их нет, но это, я думаю, что в ближайшем будущем это, значит, будет, потому что мы так очень активно развиваемся, вот. Но консультанты, они все равно есть там? Да, конечно. То есть, в принципе, приходит клиент и говорит, мне нужно там ванную клитку постелить, но я не знаю. Не знаю, что? Не знаю, что хочу, и какого цвета хочу, не знаю, фактуру какую, не знаю, хочу, чтобы красивенько было, и вот консультанты должны как-то с этим справиться? Очень часто мы тоже просим наших клиентов, чтобы отправляли, ну, как они клали эту плитку, да, именно визуализация это, да, то есть, мы тоже смотрим, смотрим, как она выглядит в реальных каких-то проектах, и также вот подсказываем клиентам уже, базируясь на какой-то свой опыт, на какое-то свое видение уже. Но вот мы говорили о том, что можно вынести, посмотреть при дневном свете, а в чем разница? То есть, вот, ну, вот я смотрю в магазине, вот вышел на улицу. В магазине дневной свет, он же желтый. Да, ну, вот я хотел, чтобы это нам рассказал специалист. А я угадала? Свет тоже бывает разный, да, есть желтый, есть натуральный свет, есть холодный, в зависимости, опять же, какой свет установлен, да, но, в принципе, в магазинах вообще свет подчеркивает, да, то есть, он подчеркивает саму эту плитку, он нацелен на плитку. Дневной свет, он же рассеивается, да, то есть, и мы видим не конкретную плитку, мы не смотрим на конкретный там кусочек, а мы смотрим в совокупности, да, и это очень важно, когда ты видишь, как она выглядит. Она в общем выглядит. То есть, получается, что в магазинах свет, он даже не просто там обычную лампу, то есть, он конкретный, это какой-то специальный свет? Да, есть определенные там, есть прожектора, определенное освещение, которое нацелено именно на подчеркивание вот самой красоты этой плитки. А шоу-ром где будет находиться? Там же вы? Шоу-ром, да, находится на катлокал на 13, вот мы опять же сейчас расширяемся, у нас сейчас происходят такие ремонтные работы, последние уже мы расставляем, в принципе, уже осталось только расстать плитку, вот, поэтому... Вот так, да, магазин ремонтных работ делает ремонт, чтобы продать плитку, надо просто положить сначала эту плитку. Ну, а вы, допустим, у вас есть такая, знаете, профдеформация, вы приходите, вот к нам пришли, сразу, тут вот надо поменять, а тут ничего так смотрится. Есть такое, что вы приходите и несете работу с собой? Конечно, есть, да. Да, что нам уже поменять надо, вы уже посмотрели? Я с вещами у вас можно поменять, и плиточку тоже можно было такого покрасивше. Отлично, спасибо вам большое, мы тоже вас очень любим, можно было сказать, что у вас очень неуютно, ну да ладно, надо менять плитку. А вы так действительно, вот в гости, когда приходите, вот раздаетесь? А, и не приглашают, да, вас не приглашают, она так призвана, так плитку переселить. Ну, мне кажется, у любого человека, кто как-то профессионально долго занимается каким-то своим делом, у него уже привязываются какие-то такие отголоски специальности, скажем так. Ну да, ну, наверное, вот ты человек, который, не знаю, певец, приходит в компанию, его заставляют петь весь вечер с гитарой, обязательно найдется гитара, даже если он ее забудет, принести. А вас наверняка ведь спросит, ой, слушай, а вот посмотри, вот там, может быть, ты посоветуешь, чего вот, не знаю, там, в ванной комнате или там в коридоре там можно было бы... Ну, конечно, да, советуют, ну, точнее, спрашивают советы, но это настолько интересно, вот предлагать что-то людям, смотреть. Мне очень нравится смотреть на конечную реакцию людей, когда вот уже уложена эта плитка, когда ты видишь действительно вот этот вот вау, это выглядит действительно фантастически. А я, знаете, вот в эти передачи всякие там преображения, модный приговор, вот их тоже переодевают, они такие стоят и в шоке немножко, то есть вроде это я, вроде это не я, вот у вас есть такое? Насчет плитки вы имеете в виду? Да, ну, то есть вы положили плитку и смотрите на конечную реакцию потребителя, она неоднозначная, вот бывает такое? Ну, наверное, но видите как, это тоже зависит от самого человека, да, то есть очень важно, чтобы такого не было, очень важно понимать, что именно хочет клиент, да, то есть и тогда уже подстраиваться под его желание, потому что если там человеку нравится серая плитка, я ему буду предлагать белую плитку, и он выберет белую плитку, конечно, в результате он может быть будет недоволен, потому что все-таки это не то, что он изначально хотел. То есть очень важно понимать потребности, да, и желания. Ой, а если вот приходит, не знаю, супружеская пара, и у жены одно видение, а у мужа другое, вот как встать на правильную сторону? Их отправляют к юристу, они там разводятся, и уже только один из супругов приходит с точками, с четким пониманием, да? Кстати, это очень частая ситуация у нас, да, вплоть до того, что люди ругаются, уходят недовольны, на следующий день опять приходят, давай еще раз посмотрим, да, но, вот по крайней мере на личном опыте, сколько раз я видела, мужчины все-таки уступают женщинам, доверяются. То есть надо семейного психолога, наверное, завести еще в магазине. Есть дизайнер, а есть семейный психолог, что успокаивает потребителя, а потом уже идет работа конкретно на дизайн. А действительно, ну, ругаются так, бывает, что эмоционально, и вы уже так прячетесь за своими плитками, думать, сейчас разнесут. Ну, так настолько эмоционально ли нет, обычно люди выходят в магазин, там происходят все эти сцены, все сцены ругательств, скажем так. В машине, да? Да, 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 выяснение отношений, да, все-таки, какая плитка, там нужна белая, там черная, не знаю, возвращаются обратно, более такие успокойные, да, пытаются опять договориться, не получается, и вот так вот в течение недели они могут несколько раз приезжать. Ну, вы сказали, что мужчина часто выступает женщине, да, в выборе, ну, просто, видимо, нервов не хватает. Вкус у кого лучше? Кто чаще делает правильный выбор, вы понимаете, что, ну, вообще-то она права, или вы так издалека смотрите, ну, вот у него все-таки вкус получше. Сложно сказать, потому что ты не видишь целую, всю картинку точнее, да, то есть очень важно понимать, для чего будут использоваться помещения, какая мебель и так далее, да, то есть у людей все равно в воображении в своем есть этот вот, какой-то образ, который они придумали. Плитка у нас вся красивая плитка, да, сложная, если честно, я вот сама делала там дома ремонт, я не могла определиться, мне было очень сложно, потому что и то нравится, и то нравится. И положили ламинат на фикс. Нет, нет, нет. Да, и то, и то нравится, но ты понимаешь, что ты заложник какого-то уже определенного интерьера в своей голове, да, и ты должен как-то вот к нему подстраиваться. А как вообще заказы происходят? То есть вы сказали, сколько у вас видов плиток? Около 200 видов. Ну, то есть 200 видов плитки. Причем, я так понимаю, что там даже под камень, под мрамор есть, да, под дерево. Да, у нас есть различного вида плитки, да, то есть это различные размеры, есть под дерево, да, то есть под ламинат, причем есть такие модели, которые ты действительно не отличишь от настоящего дерева. Да, то есть визуально он выглядит, ой, у вас пакет или что это, да. Вот, есть под камень, есть действительно, как вы правильно сказали, под мрамор различные оттенки, различные глубины, да, то есть оттенок опять же имеет определенную глубину. Ну, фактурированные различные плитки там с принтом и так далее. Как выбрать их? Вот вы куда-то едете на какие-то выставки или вам присылают? Да, да. То есть вот как это вообще происходит? Как можно взять и выбрать там 200 видов, а их всего сколько, там полторы тысячи, например? Ну, это огромная работа, да, мы собираемся с нашим руководством, также там менеджеры и так далее, и мы вот базируемся опять же на какой-то свой вкус и ориентироваться, пытаемся ориентироваться на клиента, да, чтобы людям понравилось. И вот сидим и часами выбираем, пересматриваем вот это вот до конца дошли, потом заново, может быть, это взять, а может быть, не стоит. Ну, то есть это все из серии методом проб. Проб, но все равно есть какие-то тренды, да, то есть если, например, там, не знаю, там, 5 лет назад вот она была там плитка под мрамор более популярна, сейчас стараются класть, например, больше под ламинат или паркет, например, да, эту паркетную плитку. Вот эти тренды, они как-то вот, они меняются. Откуда вообще они идут? Италия? Мировые они там или что? Италия опять. Моду выпустил заодно и плитку выпустил, а все оттуда ветер дует. Совершенно верно, да, но сложно, если честно сказать, да, откуда вот идет эта вене, но мы стараемся всегда анализировать рынок, да, смотреть, что люди чаще выбирают. Мы часто сотрудничаем с дизайнерами, да, то есть где-то мы от них тоже берем какие-то идеи, может быть, да, спрашиваем, что люди хотят. Мы всегда спрашиваем вообще у клиента, что вам нравится, что бы вы хотели бы, да, на будущее. Мы стараемся все время делать какую-то ротацию, что-то новенькое завозить, да, то есть мы не из тех компаний, которые стагнируют определенные виды плиток, да, и вот которые вот 5 лет назад было там коричневое и вот сейчас коричневое, да. То есть люди перенасытятся в какой-то момент, да, и уже все. А частные заказы, какие-то индивидуальные заказы? Да, конечно, индивидуальные заказы тоже мы делаем, в принципе, можно выбрать любую плитку, у нас очень много каталогов и заказать ее отдельно. То есть вот если человек хочет, что вот хочу, чтобы не как у всех, вот что-нибудь эдакое, да. Сейчас, например, да, мы как вот сама компания сделали индивидуальный дизайн, только наш дизайн, и вот эта уже плитка пришла с нашим рисунком, вот, так что опять же это можно все увидеть через 2 недель. Ну, то есть, а как вообще происходит этот индивидуальный заказ? Ну, клиент пришел или ему предлагается это, вы понимаете, что он выбирает, выбирает, он выбрать не может? То есть у вас есть вариант отпустить его в другой магазин или все-таки предложить ему какой-то эксклюзив, который будет там дороже условно, дольше ждать, но это будет прям что-то такое слово эффекта. Ну, в принципе, ловите таких за руку, скажите, у меня кое-что есть, да, вот 10 отдельных каталожек. Ну, в принципе, мы стараемся без плитки человека не отпускать. То есть даже если он пришел за краном или смесителем, да, он уходит с плиткой. А вообще, где можно, ну, вот, где применима плитка? То есть это больше загородные дома, квартира, где она, то есть обычно ведь она ассоциируется все-таки, ну, не знаю, ванная комната, там, санузел, но ее возможности же гораздо более широкие. Да, совершенно верно. У нас, вообще, мы занимаемся именно керамогранитом, да, керамогранитная плитка по своему свойству, она считается одна из очень прочных плиток, да, то есть ее можно, она, в принципе, универсальна, да, ее можно как на пол, так на стены. У нее высокий уровень абсорбции, да, то есть это влагонепроницаемость, у нее 0,05 процентов, да, то есть это очень влагоустойчивость. Также ее можно установить на фасады, плюс какие-то коммерческие, там, или индустриальные помещения, да, то есть это нужно смотреть, опять же, куда клиенту нужно установить эту плитку. И, базируясь на этой информации, мы уже предлагаем то, что мы можем предложить. Насчет каталогов, и вот, чтобы не отпустить клиента, скажем так, да, да, у нас есть определенные каталоги, клиент нам примерно говорит, что он хочет, и тогда по его желаниям мы пытаемся найти, то, что действительно он хочет, и чтобы клиент остался, конечно, довольным. Насчет, например, эта плитка делится на напольную или на стенную, то есть вот есть сейчас такое? И фасадная. И фасадная. Вообще, в целом, да, да, она делится, но в нашем случае, да, то есть ее можно установить как на пол, как на стену, так и на фасад. Конечно, глянцевую плитку на фасад вы не установите, да, то есть, но… Пусть блестящая, будешь его потом полировать каждую неделю. Ну, да, то есть есть определенные такие нюансы, но, например, монтированную плитку, да, без проблем. А бывает, что клиент предлагает какую-то совершенно абсурдную идею, вы на все это дело смотрите, думаете, ну ладно, хозяин-барин, так и быть, а потом окажется, что это правда было круто. Наверное, нет каких-то сумасшедших идей. Вот как глянцевую плитку на фасад. Ну, наверное, если человек хочет, пусть пробует, да, то есть, мне кажется, нет никаких преград, всегда нужно что-то пробовать. Это лишь будет опыт, либо положительный, либо отрицательный, но он будет, это очень важно. Клиент, вот, в принципе, ваш, кто это чаще всего, но в каком возрасте люди приходят, ну вот озадачивается? Больше молодежи, людей среднего возраста? Я вам скажу, что очень разношерстный такой контингент, да, то есть, есть и возрасте, есть и молодые, да, кто там на дома ищет себе, есть на какие-то предприятия ищут плитку. Очень часто работаем с архитекторами, с проектировщиками, с дизайнерами, да, потому что у нас действительно такая есть эксклюзивная плитка, вот, которую очень интересно применить в каких-то таких интересных местах, скажем так. То есть, получается, что буквально две-три недельки и откроется вот этот самый шоу-рум, о котором мы уже вот говорили в начале разговора, то есть, будет гораздо больше возможностей посмотреть, пощупать, потрогать и увидеть различных видов. Да, совершенно верно, но шоу-рум у нас уже сейчас открыт, да, сейчас мы именно расширяемся, и правильно вы сказали, да, буквально скоро. Это будет расширенный шоу-рум. Ну, допустим, вот вы сами, как человек, который погружен в эту профессиональную деятельность, вот сейчас какие тренды, что сейчас модно у нас, какую плитку плать? Сейчас моден глянец, и сейчас модны большие размеры, да, то есть, люди не хотят делать какие-то швы, там, затирку и так далее, вот этого плана, и все хотят стык-встык, большие размеры серии, там, положил одну плитку и все, больше ничего не надо. Да, и визуально это, конечно, смотрится намного дороже, намного эффектнее. И, опять же, в тренде белый цвет, белый-серый цвет. Белый-серый цвет? Да, совершенно верно. То есть, несколько лет назад мы увидели вот эту яркую плитку, все клали, на контрастах было, да, то есть, сейчас наоборот. А я знаю почему, потому что на серой-белой плитке получается самая красивая фотография в Инстаграмчике. Все, да, сейчас же новый тренд, да, делать интерьер Инстаграмный, так, чтобы было как бы красиво, вы сталкивались с этим? Когда приходит девушка и говорит, ну, не знаю, я тут селфи не залеплю, давайте мне беленькое что-нибудь сделаем. Ну, прям такого нет, но очень часто люди там хотят дорого-богатые серии, и за хорошую цену еще. Вот, кстати, о цене. Ну, тогда нужно золото добавлять уже. О цене хорошие цены? Да, совершенно верно, у нас хорошие цены, у нас можно плитку приобрести, начиная с 7,50 уже с налогом, с ПВН. Да, то есть, это такая очень хорошая цена, и цена это за квадратный метр. Вот, за каких 40-50 евро можно сейчас сделать около селфи дома? В около края. Хорошо, у нас в гостях был специалист, да? Да, представители Еврофлизы СЛВ, Яна Мулёкина, и спасибо большое за советы, всех приглашаем на Котлокал на 13, приходите, шоурум. Расширенный шоурум, надо так говорить, расширенный шоурум, в котором, скажем, 200 видов плитки, 200. Ну, и спасибо вам, до новых встреч.